Добрый вечер! Устраивайтесь все поудобнее. И сегодня я расскажу вам одну удивительную, непридуманную историю, которая произошла с моим старым знакомым. Хотите – верьте, хотите – нет. Но эта история действительно произошла. Это дело было зимой 2000 года в одном сибирском городке с моим старым знакомым. И он рассказал мне эту историю при нашей последней встрече. Поначалу-то я и сама думала, что он, наверное, все выдумывает. Но когда я посмотрела в его глаза, то сомнения мои очень быстро рассеялись. У него был такой взгляд, взгляд человека, который не может обманывать. Как-то раз Алексей ездил на своей машине за город по делам своей фирмы, где он работал. И возвращаясь назад, он совершенно случайно заметил, как на едва замерзшем водоеме рядом с дорогой в полынье барахтался мальчишка. И уже было видно, что сил у него больше не было. Еще немного, и мальчик уйдет под воду. Четверка друзей мальчика стояла рядом, метрах в двухстах от тонущего в нерешительности. Дети не знали, как им поступить. Зима в том году была теплой, и водоемы едва покрылись тонким льдом. Алексей быстро остановил машину, быстро достал из багажника буксировочную веревку и побежал к тонущему, вызывая на ходу скорую по мобильнику. Из двух других машин, которые тоже остановились на обочине, также бежали люди на помощь мальчику. Алексей бежал, и лед потрескивал под ногами Алексея. Но пока лед еще держал его вес и держал его тело. Выдерживал, видимо, от того, что он бежал, а не стоял. И вот как только Алексей остановился, случилось то, что, наверное, и должно было случиться. Лед не выдержал, и Алексей оказался в одной полынье рядом с пацаном. Но, слава Богу, что там было неглубоко, и Алексей погрузился почти по шею, почувствовал под ногами дно. Только дно было и листым, и Алексей то и дело погружался с головой под воду под тяжестью своей намокшей одежды. Алексей изо всех сил начал выталкивать мальчишку на поверхность льда. А сам вновь и вновь то и дело погружался в ледяную воду с головой. Одежда мальчика тоже набухшая от воды и по весу стала такая же, как и сам мальчик. Наконец-то из последних сил Алексею все-таки удалось вытолкнуть мальчишку, которого люди тут же подхватили и понесли к дороге в теплый салон машины. Только вот сам Алексей уже не мог выбраться. И в итоге он провел в ледяной воде около получаса. Вытащили его двое молодых ребят с помощью носилок с подъехавшей скорой. Правда, одному из парней пришлось прыгать в полынью, чтобы поднять Алексея, иначе было никак, но все-таки все обошлось. Когда Алексея занесли в машину скорой, сердце его уже остановилось от переохлаждения и от воды в его легких. Алексей здорово нахлебался. Хорошо, что в тот день в скорой дежурил старый врач, который очень много повидал на своем веку. Он-то и вернул Алексея к жизни. С трудом, но все-таки вернул. В полное сознание Алексей пришел уже в реанимации. И, как утверждали врачи, первыми его словами, когда он очнулся, были слова «Ангелы существуют». И Алексей рассказал мне, что когда он скончался, то там, за городом, какая-то неимоверная сила начала затягивать его, затягивать в огромный огненный шар. Этот шар был соткан из тел людей, которые кричали и звали на помощь. Но как таковых тел не было, а были какие-то фрагменты из этих тел. Была страшная боль во всем теле Алексея и такой жар, что не было сил терпеть. От этого нестерпимого жара его тело начало медленно расправляться. Алексей увидел, как сначала его руки, а затем и его туловище начало расползаться, как пластилин в костре. Но вдруг откуда-то появилась другая сила, сила голубого цвета, которая начала рывками выталкивать Алексея обратно и не давала погрузиться ему в огненный шар. Огненный шар начал визжать. Такой визг невозможно воссоздать в нашем мире. Видимо, что огненный шар не хотел отпускать от себя Алексея. Это было что-то неземное. Но голубая сила была сильнее, и она все сильнее и сильнее вытаскивал Алексея из огненного шара. И, наконец, после последнего и самого мощного толчка Алексей пришел в себя. Когда Алексей открыл глаза, то он успел заметить улетающего в голубую даль ангела. «Это был именно ангел. Ошибиться было нельзя. Это был твой ангел, твой ангел-хранитель», сказала я ему. «Он не дал тебя затянуть в ад, потому что ты сделал доброе дело. Ты спас мальчика». «Да, наверное, ты права», сказал Алексей. «Но все же мне кажется, что на земле стало столько много грешников, что даже в аду для нас уже нет места. Мне почему-то показалось, что этот огненный шар был полностью переполнен, и он с большим трудом меня затягивал. Наверное, это меня и спасло». Вот такую историю я услышала от Алексея. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, делитесь этим видео в своих соцсетях и заходите еще на огонек. Вас ожидают еще много интересных непридуманных историй. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok